Кто будет следующим соперником персидского дагестанца и будет ли это Мариф, Чоршембе или Мурадбек? Все это в сегодняшнем выпуске. Ставь лайк и приятного просмотра! А перед началом хотел бы вам посоветовать лучшую инстаграм-страницу поп-ммэй, поп-ммэй-контент. Ссылка в описании. Первым в очереди на бой, конечно же, является Чоршембе, Чоршембе. Напомню, что у них уже должен был произойти бой, но из-за травмы плеча Чоршембе снялся с поединка. Но при всем ажиотаже, этот бой, как по мне, маловероятен и объясню почему. Взглянув на последний бой перса и Чоршембе, я думаю, что каждому становится понятно, что в стойке перс намного выше по уровню, чем Чорш. В борьбе его уровень также выше, по словам Асхаба Тамаева, который боролся с ними двумя. А после всего трештока, что делает перс в адрес Чоршембе, вряд ли Чорш захочет выйти на поединок, чтобы проиграть. Но при всем при этом, это очень медийный бой, на котором можно будет неплохо заработать. В связи с чем, это претендент номер один на бой с персидским дагестанским. Но повторюсь, я не буду удивлен, если по каким-либо причинам Чоршембе не выйдет на бой. Далее в списке на бой стоит Мариф Пираев. Как по мне, это был бы лучший поединок из возможных. Мариф безоговорочно находится на другом уровне борьбы, а перс получше себя чувствует в стойке, чем Мариф Пираев. И бой был бы конкурентным и зрелищным. Но напомню, что Мариф Пираев будет биться на голых кулаках на хардкоре с Акабом. Кстати, прогноз на этот бой есть на моем канале, обязательно взгляните. И так как Мариф уже подписал контракт на поединок с Акабом, он в ближайшее время точно не проведет бой с персидским. И третий кандидат на бой это Мурадбек Касымбай, предыдущий соперник перса. У них сразу же после боя происходят перепалки и конфликты. Но нужен ли этот бой персу? Я думаю, что нет. Первый бой для него выдался довольно тяжелым, но победу присудили ему. И сразу же давать Мурадбеку реванш не имеет никакого смысла. Опять проводить тяжелый бой для себя, но при этом не получить того охвата, который был бы с тем же Марифом или Чоршембе, перс вряд ли захочет. Исходя из чего делаем вывод, что этот бой имеет право на существование, но он будет точно не в ближайшее время. А тогда, когда бойцы уже проведут несколько поединков после первого боя. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что следующий соперник персидского дагестанца будет либо Чоршембе, либо совершенно иной боец, не имеющий к этой тройке никакого отношения. Напишите в комментариях, с кем бы вы хотели видеть следующий бой перса и кто бы в нем победил, по вашему мнению. Субтитры создавал DimaTorzok